Спустя неделю после того, как президент РФ объявил об окончании рецессии, Минэкономразвитие зафиксировало ускорение экономического спада в стране. По итогам февраля ВВП РФ сократился на 2,8% в годовом выражении против 2,2% в январе, а накопленным итогом с начала года экономика потеряла 2,5%. Февральские темпы спада вплотную приблизились к прошлогодним более 3% на фоне нового витка промышленной рецессии и инфляции, практически обнулившей рост реальных зарплат потребителей. Объемы выпуска промышленности упали на 3,7% против 1,9% в январе и 2,6% по итогам прошлого года. Рост реальных зарплат составил мизерное 0,1%, поскольку почти вся номинальная прибавка 5,7% сгорела в рекордной инфляции за последние 5 лет. Мы ранее напоминали, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиулина причиной инфляции назвала «избыток денег у россиян». Оборот розничной торговли, практически остановивший падение в январе, снова нырнул вниз. Ускорился спад в продажах как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Общий объем частного потребления в стране снизился на 2,4% год к году, что на 0,2% пункта хуже январского результата. Промышленности ритейл заметно просели, несмотря на приток денег из бюджета, расходы которого подскочили на 25% год к году. Экономические настроения остаются уязвимыми. Недавний скачок волатильности курса рубля стал негативным сигналом, а планы правительства активизировать инвестиционный рост могут потребовать усиления налогового давления на российских производителей или их прямого участия в инвестиционных проектах. Ключевая ставка ЦБ, как ожидается, продолжит двигаться выше. Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте. Мы любим Россию! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова